Да! Не только на такие поступки готовы конкурсанты новой волны ради удачного порядкового номера. Жеребьевка второго и третьего конкурсного дня преподносит сюрпризы как для оргкомитета, так и для самих участников. Достать порядковый номер выступления им помогают дельфины и собственная удача. Парашюты раскрываются с разными номерами, и конкурсанты узнают, какой порядковый их номер. Мы тащили его из моря, мы стреляли, букеты, разные истории были. Стараемся немного креативить. Но все-таки жеребьевка в Сочи особенной, отмечают организаторы. И жемчужина со дна Черного моря обязательно принесет победу достойнейшему из участников. Камила Измайлова, представительница России, родом из Казани, уже не впервые пробует свои силы в конкурсе. Но только в этом году мечта стала явью. Я просто азартный человек, и я говорю, меня лучше не провоцировать. И Александр как раз-таки это сделал. Он говорит, ты рискнешь прыгнуть? Я говорю, ну рискну прыгнуть. И я даже, ну, я не сомневалась в том, что я это сделаю. Тем более, я ни разу не купалась здесь в Сочи за все пять дней. Думаю, ну надо же не упустить возможности искупаться. На этой жеребьевке Камиле выпал седьмой порядковый номер. Таким образом, увидеть ее выступление в третий конкурсный день можно будет под этим номером. Дельфины же принесли ей цифру 11. Под этим номером конкурсантка выступит в дуэте с кем-то из звезд эстрады. Имя станет известно позже. Впрочем, самим участникам новой волны не так уж и важно, в какой очередности они будут выступать. Главное заявить о себе. А это у них получится наверняка. Ольга, 10-го телекомпания, ФКТ.